Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайный Гаджет, меня зовут Сергей Пономаренко и ко мне уже пришла посылка в новом году, в которой находится новинка от компании Юмидиджи еще одна, на этот раз это водонепроницаемая новинка под названием Юмидиджи Бизон Заказывал я телефон на Алиэкспрессе, не на самом старте продаж, потому что на самом старте продаж я кстати его даже и не думал заказывать, вообще я не думал брать эту модель потом то ли на черную пятницу, то ли 11.11 у меня поднакопилось купонов так нормально, хорошие были купоны и кстати на этот смартфон тоже цена была достаточно небольшая и в совокупности с этими купонами ценник вышел у меня где-то что-то около 125 баксов, если я не ошибаюсь поэтому я решил, ну за такие деньги наверное нужно брать под транспортировочной пленкой есть уже наклеена еще одна пленка защитная пошло первое включение, пока давайте посмотрим на корпус изначально, что у нас здесь у нас здесь я вижу в первую очередь дофигища просто кнопок понятное дело, что кнопка включения, качелька громкости, вот еще одна какая-то кнопка на этой стороне еще одна кнопка и сканер отпечатков пальцев пока выберем русский язык, пусть пока запускается аппарат, а мы посмотрим что же в комплекте у нас тут банальная инструкция, у нас тут банальный блок питания на 12 вольт, полтора ампера и банальный для Umi Digi красный Type-C кабель для зарядки вот собственно и весь комплект экранчик неплохой, давайте посмотрим что у нас здесь за спецификации на задней части коробки Helio P60 в качестве процессора, это понятно 10 Android, 6 оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти и я думаю что за такой ценник это достаточно такая неплохая конфигурация 5000 мАч батарейка, 6,3 дюйма Full HD плюс дисплей 48, 5, 16, 5 мегапикселей, фронталка на 24 мегапикселя заявлена конечно же это мы все проверим в полном обзоре протестируем, в полном обзоре я вам обязательно обо всем расскажу что да как, действительно ли такие классные здесь камеры, как о них обычно заявляет Umi Digi итак в настройках уже вижу что есть NFC чип, это тоже такой достаточно неплохой плюсик я бы даже сказал жирный плюс в настройках есть отдельное меню, которое отвечает за Smart кнопку вот это она как раз таки, а что это за кнопка, возможно кнопка спуска камеры это потом тоже мы все разберемся, протестируем и узнаем Smart Assistant, здесь у нас навигация по системе, можно включить жесты, можно включить стрелки мне жестами всегда удобнее, также интересно проверить звучание основного динамика ну звук я вам скажу достаточно таки громкий, вот он наш динамик он здесь небольшой, находится на задней части что у нас там по камерам, давайте посмотрим, есть обычная картинка быстро фотографирует, быстро фокусируется, посмотрим качество да, качество кстати, вы просто посмотрите на текстуру бумаги ее видно, в полном обзоре более подробно, так что не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить полный обзор смартфона Umi Digi Bizon широкоугольный модуль, вот у нас так выглядит, так кстати на видео, вот тоже нет широкоугольного режима как и в Umi Digi i9 Pro, то есть ширик можно включить только на фотографиях видео режим, вот только такой стандартный, качество видео записывает только в Full HD экранчик в целом очень такой годный, есть FM радио, есть уже все Google приложения так что я думаю Google Pay тоже установится без танцев с бубном тоже в полном обзоре расскажу как все прошло я же надеюсь здесь есть IP68, вроде бы да, потому что заглушки как бы на это должны намекать хотя вот разъем под наушники ничем не закрывается а сим-карты, лоточек под сим-карты прям вот именно такой как у водонепроницаемых телефонов пока на аппарате я нигде не вижу пометку, обычно любят китайцы писать прям IP68 на пол корпуса а здесь прям вот ничего не написано а да, вот и proof написано, так что он все-таки в водонепроницаемый но это мы в полном обзоре тоже протестируем так что не забывайте подписываться на этом пожалуй все, жду ваших лайков, жду ваших комментариев по поводу этого телефончика не забывайте нажимать на колокольчик, с вами был Сергей Ивановаренко это канал Медуза Чайный Гаджет, всех с новым годом, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...